Добрый день, друзья! Мы с Еше приветствуем вас. Давно нас не было в эфире, но на самом деле мы занимались ремонтом, насколько это возможно. Не ремонтом, а подготовкой дома к тому, чтобы можно было в нем проводить больше времени. Зимовать, оставаться в холодное время, потому что для птиц это очень важно. Маська перетягивает на себя все внимание. Вот он, он сам соскучился. Маська, он перевозбужден. Сезарь у нас самый активный. Все остальные птички куда гораздо более приличные. Амрита уже, скажем так, стал ручным. Единственное, что он признает только меня в качестве человека, с которым можно общаться. Но это уже тоже большое для него достижение. Потому что до того он как бы неохотно дружился. Ну вот после его скитаний трехдневных, после его возвращения, он совершенно поменялся. Стал совсем другим голубем, настроенным на общение. Пошусь. Хватит. Маська. Прям в тебя бесы вселились голубиные. Заяц. Ну чего ты вот показываешь-то зрителям? Как ты себя ведешь? Не очень хорошо. Не очень хорошо. Прям мега перевозбужден. Маська. Успокаивайся. Лапы горячие, как кипяток. Но да ладно. Начну я все-таки свой рассказ. Много чего у нас произошло, но я, наверное, расскажу самое интересное. Не буду вдаваться в подробности. Утепление дома. Потому что мы только начали его. Сделали окна и утеплили пол. Но это, на самом деле, только начало. Решусь, как бы, тебя показать-то. Открывается. Вот. Предстоит еще много чего, но мы немножко сейчас решили затормозить. Потому что, ну, так сказать, и финансовая сторона имеет значение. Вот. Опять же, как-то неудобно было снимать, потому что грохот. Люди ходят туда-сюда. И были некоторые осложнения, которые не давали спокойно сделать хороший сюжет. Однако, так сказать, и с птицами деятельность продолжалась. И вообще природу хотелось показать красивую. Ну, как-то не до этого было, честно скажу. Так вот. Что из последних новостей птичьих? Это то, что в сентябре у нас здесь в лесу как-то всегда неспокойно. Птицы потихоньку собираются в стаи для того, чтобы перекочевать в более теплые края. И много молодежи, много неопытной молодежи, которая зачастую ведет себя не совсем как-то адекватно. Может быть, так сказать, из-за неопытности, может быть, частично из-за заболеваний, как говорят многие врачи. Но, на самом деле, и там, и там есть правда. Птица, пребывая в болезни, она может, так сказать, потерять некоторый ориентир и, например, вот врезаться в окно. А в окнах очень хорошо отражается и лес, и небо, и деревья, и все на свете. И поэтому очень часто птицы становятся жертвами как раз-таки деревенских окон. Несмотря на то, что они не супер большие, обычные, но это происходит. Это происходит не только у нас, это происходит повсеместно. И поэтому достаточно много таких случаев приключается. Независимо от того, что зашториваешь или не зашториваешь эти окна. Это не помогает. Все равно отражение есть отражение. Говорят, за рубежом есть какая-то некая пленка или что-то в этом ключе, что не затемняет само окно, но дает какое-то отражение. И птицы понимают, что там не пролетишь, что там преграда и не врезается в стекла. Ну, пока как-то я такого не нашла. Нашла всякие наклейки, которые на самом деле не очень-то помогают. И на своем опыте просто что не ставь, что не вешай, и они все равно, тем не менее, врезаются в окна. Так вот, из того, что я, из последнего, из того, что я как-то смогла заснять, потому что не всегда руки доходят до камеры, когда случается какая-то такая штука, как врезавшаяся птица в окно. Потому что хочется, так сказать, как-то быстрее ей помочь и больше нервничаешь, и поэтому руки до телефона не доходят. Но, тем не менее, пару раз мне это удалось делать. Один раз это был дрозд певчий, как мне кажется, молодой. В принципе, с ним все нормально. Он у нас отсиделся. У него был отменный аппетит. Но, видимо, все-таки удар был не таким сильным, потому что мы его даже не слышали. Птичке нужно было время прийти в себя. Ну, собственно, и мы как бы не стали его сильно мучить всякими тестами, анализами. Посмотрели, что он себя чувствует хорошо. И когда убедились, что все с ним нормально, что он адекватен, что он поет, сидя в коробке, мы решили, что, в принципе, его можно отпустить. Помните о том, что врачи рекомендуют все-таки птичку подержать где-то 3-4 дня, чтобы убедиться, что с ней действительно все в порядке. Потому что изначально птица может активизироваться и показать, ну, вам может показаться, что с ней все в порядке. Она будет прыгать, бегать, пытаться выбраться. Но на самом деле это не означает, что она чувствует себя нормально и то, что она полностью здорова. Все-таки нужно понаблюдать. Потому что зачастую птица прыгает, бегает, а потом ложится и умирает. Так тоже бывает. Вот так вот, чтобы вам не скучно было слышать мою болтовню, буду показывать Сизаря Иеше, который, конечно, немножко меня отвлекает, но так Иеше нельзя. Нельзя так делать. Хватит. Ну, это нельзя ему, знаете, что мертвому припарка. Ну так вот, с этим Дроздом все оказалось в порядке. Он хорошо трапезничал и был выпущен на волю. Также из, так сказать, хорошо закончившихся историй была история с Чижиком, тоже молодым. С ним тоже, в принципе, все оказалось нормально. Мы его подержали подольше, потому что как-то изначально он выглядел прям не очень хорошо. Ну, все-таки удар есть удар. Но тоже с ним потом, так сказать, все сложилось замечательно. Он даже успел у нас некоторое время попеть в коробке. Но тоже мы его не стали очень долго мурыжить. Через несколько дней он был выпущен благополучно. Так что все с ним было хорошо, с этим милым маленьким птахом. Опять же, из последнего, к сожалению, была и грустная история, которая как-то нам далась достаточно тяжело. Как-то, не знаю, запала птичка все-таки, вот успела запасть в душу. Это молодой дятел, его нам принес сосед, молодой большой пестрый дятел, тоже удар. И изначально он выглядел так, что вот-вот сейчас просто погибнет. И мы его решили не трогать, просто подарить ему покой, постелить ему мягкую пастилочку тепленькую, чтобы его никто не беспокоил. Но через какое-то время птичка жила, начала активничать. И мы решили, ну раз так, то птицу обязательно надо везти ко врачу, потому что вот он был один из как раз тех экземпляров, кто выглядел очень нехорошо. Ну, опасно, то есть его держать и надеяться на лучшее смысла не было. Вот если птица выживает, то надо было ее везти ко врачу, что мы и сделали. Записались ко врачу, все, свозили его, при этом он достаточно активен был, стучал в коробку, все. Нам казалось, что все закончится, может закончиться положительно, хотя в таком деле никогда нельзя быть уверенным на самом деле. Когда включаю камеру, и шесть себя начинает хорошо вести. Как только он замечает включенную камеру, он начинает хулиганить. Насть, не умеешь себя прилично вести. Ну так вот, соответственно, врач дал рекомендации, но сказал, что прогноз очень осторожный, потому что птицы сильная инфекция ЖКТ. Мы сдали все необходимые анализы, отвезли их в лаборатории. Но, честно говоря, мы даже не успели получить толком анализы, потому что, к сожалению, птичка ночью отправилась на радугу. Очень жалко, мы были рядом, держали ее на кислороде, но все равно не удалось спасти его. Очень было жалко, мы очень сильно переживали. Ну что тут поделаешь? Иногда так получается. Сложно сказать, что конкретно послужило как раз отправной точкой этой птички на радугу. Или это инфекция, или это все-таки сильный удар. Хотя по рентгену скелет, вот что самое обидное, по рентгену скелет был цел. Как такового сильного удара, ну да, он был, но не критичный. То есть врач больше боялся именно за инфекцию. Но что случилось, то случилось. Хотя мы, конечно же, все предписания выполняли. Вот, но нельзя, как бы, не получается сделать так, чтобы абсолютно все птицы выздоравливали, чтобы абсолютно все птицы улетали в лес, а не на небеса. Вот, конечно, ну, что до меня я каждый раз переживаю. Каждый раз за каждую птичку. Потому что за каждую птичку идет борьба, за каждую птичку борешься изо всех сил. Но не всегда эта борьба может увенчаться успехом. Кадров с дятлом нет. Ну, в принципе, как бы там нечего было снимать, потому что птичка была в тяжелом состоянии. Да, у нее были моменты, скажем так, прояснения. Но в целом все-таки я не люблю, ну я не сторонник снимать действительно птиц в плохом состоянии. Да и вам настроение не хочется портить. Но, тем не менее, из позитивного это то, что сейчас настала шикарная золотая осень. Очень красивая. Я, честно говоря, на своем веку не помню такой теплой, шикарной, бархатной осени, как эта. Поэтому я, конечно же, сделала много красивых фотографий. Я, конечно же, поснимала эту прекраснейшую, великолепную осеннюю природу специально для вас, чтобы вы тоже получили свою дозу релакса, дозу положительных эмоций. Поэтому, собственно говоря, в этом сюжете, как всегда, все и понемногу или все и помногу, все намешано. И, наверное, он получится огромный, этот сюжет. Ну уж извините. Меня долго не было, теперь уж получится, что я оторвусь на этом сюжете. Все птицы отдыхают после купания. Все. Конечно же. Не. Search Pistows. Go. Pero... ... Такой осени, конечно, не было давно. Просто шикарно. Летела маленькая соечка, ну как, не маленькая, а молодая соечка. Ничего не боится практически. Куда она делась-то? Нет, за вольерами, за рудом. Подпрыгивает, подлёгивает. Опять, сглубляет. Что она там за вольером ищет, интересно. Спасибо. 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 Вот у нас такой тут новый питомец, дрозд, наверное, певчий. Вот. Что с ним непонятно. Может быть ударился, может быть нет. Ну проверим, как он сейчас. Вот мы его изолировали, поставили. кормик, водичку. Вот. Посмотрим, как он себя будет вести. Попробуем. Попробуем выпустить его в помещение, как он летает, проверить. Если всё нормально, а он, в принципе, довольно-таки бодро себя вёл в руках. Ну посмотрим. Реакция хорошая, по крайней мере. Сейчас вот он в коробке тоже бился. Посмотрим, как он себя будет вести. Если это был небольшой удар, то выпустим его. Но на всякий случай мы уже записались ко врачу, если дело плохо. Вот. Завтра с ним пойдём, наверное. Может, не пойдём. Хотелось бы, чтобы всё, конечно, было с ним нормально. Сейчас он немножко в шоке. Ну и когда мы его нашли на лавочке, он тоже был в шоке с раскрытым клювом. Вот. В общем, посмотрим, что будет дальше. Так. Птичь активен. Он уже тут рассматривает варианты побега. Мне нравится его реакция. Еше страшно мешает. Плюш, убери его, пожалуйста. Сейчас извиняюсь тут. Вот, собственно говоря, птица активна. Сейчас он немножко отдохнёт, отсидится. Мы проверим его крылья. Если с крыльями всё хорошо, то мы его завтра утром отпустим. Пусть дальше ест свои ягоды черноплодки. Вот. Мне очень нравится. Вот он ягоду пытался взять. Ну ладно, не буду ему мешать. Может, он покушает ягоды. И у нас специальный корм для насекомоядных есть. Но это не лучший вариант, конечно, чем кормить насекомоядную птицу дома. Вот. Вот. Но, как бы, как первая помощь, вот прямо сейчас. То, что завтра, в принципе, мы уже, если что, сможем для него нормальный корм приобрести. Вот. Ну, надеюсь, что всё нормально с ним. Еши мне страшно мешает. Он ревнует. Ой. Короче говоря, будем надеяться, что у него крылья не поломаны. С ними всё в порядке. Сегодня мы это проверим. Вот. 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 И пишем. Давай как у нас пирота procure. У меня queue будут ли у них поймать. Буду наткнул чуть-чуть. Черт возьми. Видимо, ягод поел, корм поел. Зай, давай. Ну, наверное, конечно, он уже попал, уже темно. Давай ему немножечко подпалкнем. Зай, нам надо посмотреть, как ты летаешь. Отлично, он летает. Ну-ка, убери его, пожалуйста, с тех этих, с переносок. Ну-ка, все закрыто. Вот, ты будешь летать или ты будешь сидеть? Нет, он нормально летает. Он очень даже неплохо летает. Он не видит, зай, летает. Зай, ты у нас целенький, да? Да. Ну-ка, зайчон. Он не сильно боится, потому что он, видимо, не понимает, что делать. Он просто уже сонный, видишь. Улетает он нормально. Немножко перо попортил, ну ладно. Ну, он не попортил, а просто оно у него немножко взъерошилось. Да. Ну, что делать? Ну, сейчас будем его, собственно, ему поменяем там все эти подстилки и загрузим его до утра, а завтра рано утром выпустим. Ну вот, он уже осваивается, то есть можно сделать вывод, что птичка, в принципе, как бы в норме. Опа. Ну, конечно, это все не нравится. Он не понимает, где он, но мы выяснили, что, в принципе, он не поломанный. Он поел хорошо. И, в принципе, он, я думаю, что готов к выпуску. Не будем мы его мучить больше ничем. На яблоня. На яблоня. На яблоня. На яблоня. На яблоня. З Lance coraçãoе. К financeshyaće . Слышите? shockedfrogliёвс providers. Хорошо. Пока. следом задрас дом с перерывом всего в неделю последовал маленький чижик и Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая теплая солнечная осень у нас сейчас Цветы безвременники цветут практически самыми последними Девичий виноград красный красавец Синее осеннее небо, облака Вот эти вот ромашки Очень приятные, потому что тоже одни из поздних цветов Вот именно вот эти Высокие, красивые Еще обязательно прогуляюсь И сделаю панорамные виды нашего поселения Осенние Очень люблю осень, очень красивая пора Вот, друзья, посмотрите, какая красивая все-таки осенняя атмосфера Я немножко пройдусь И покажу все красоты нынешней осени Конечно, я сделала разные фотографии, тоже живописные Тоже их покажу Вообще, конечно, потрясающий сентябрь У нас в московском регионе Очень тепло Сегодня 28 сентября И, что удивительно, у меня Кеннер сейчас гуляет Это что-то вообще небывалое Чтобы уже в конце сентября, в начале октября Такая птичка находилась на улице Осенние цветочки Астры разных цветов Виноград Ну, очень красиво, ничего не скажешь Ну, вот березки уже Немножко подскинули Листву Но все равно Конечно, за городом это совсем иное, нежели в городе В городе посмотришь в окно Ну что, там дома Да, солнышко, но тем не менее Нет, ну тоже есть свой шарм Но все-таки за городом в окошко смотреть-то Поприятнее, согласитесь А уж каково птицам Это я вообще молчу Для птиц здесь настоящий рай Ну вот, какая палитра Я очень люблю осень Я думаю, что многие из вас тоже любят такую сухую, солнечную, красивую осень А вот ягода калины Птицы ее используют уже в конце зимы Когда надежды на другой корм почти не осталось А это сумах, оленерогий Используют его как специю Люди, не птицы Ну вот, немножко я показала сейчас Пока буду идти Периодически буду включать камеру Чтобы вы насладились осенними солнечными видами И зарядились на всю зиму Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот так вот сейчас в лесу Шуршат листья под ногами Осеннее солнышко пробивается Сквозь еловые ветки Воздух потрясающий Он и летом, и осенью И конечно же зимой, и весной Он всегда прекрасен, потому что это лес В этом году было просто невероятное количество опят Просто невероятное И мы что-то как-то сначала на них накинулись Начали яростно собирать А потом поняли, что их же еще и обрабатывать надо И вовремя остановились Ну да ладно, все равно всех грибов не соберешь Правильно? Конечно, лес просто потрясающий Очень люблю здесь бывать Лучшего релакса и психотерапии Не найти, на мой взгляд Лес хранит всегда много тайн Пойдешь, нет-нет, да увидишь что-то интересное Птицу, растения, гриб Перо найдешь Я собираю перья, кстати говоря С детства Поэтому Для меня это интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому